здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня я доктор александр шишонин и сегодня мы с вами будем говорить о моей излюбленной теме гипертоническая болезнь как ее вылечить навсегда как легко ее с ней справиться и почему это возможно не пить таблетки отказаться от этой пакости от этих всех этих ядохимикатов которым вы как как таракана себя травите понимаете и врачи вас травят как тараканов а вы ходите и едите таблетки бесконечной гипертонии почему не надо есть сегодня буду рассказывать вам ну многие меня конечно знают потому что этим давно уже занимаюсь уже у меня там не невероятное количество тысяч людей пролечено от этого дела но некоторые то люди меня же не знают и ничего не понимают пока поэтому вам буду рассказывать новичкам как вот прям как говорится от порога и до порога чтобы все вы поняли гипертоническая болезнь это на самом деле не болезнь все сейчас скажут все дальше можно не смотреть выключаем видео все ну псих вышел гипертоническая болезнь не болезнь на самом деле друзья не выключайте пожалуйста это видео смотрите до конца потому что если вы гипертоник то ну 99 процентов из 100 что вы сегодня избавитесь от своей гипертонии может быть не совсем прям избавитесь найдете путь вот этот путь по которому вам нужно будет идти кому-то там неделю кому-то две кому-то месяц кому-то и полгода но путь сегодня я вам нарисую и расскажу дам ключ который многим уже известен а вы вот сегодня с ним познакомитесь на самом деле есть такое понятие логика вот в организме ничего не бывает просто то есть организм наш далеко не дурак и просто так он ничего не делает не бывает так чтобы он просто поднял температуру понимаете или просто к там начала голова окружиться просто так и не из-за чего сама по себе вот болезнь такая голокружение или болезнь высокая температура мы же так не говорим правильно или боль но это просто боль чё там она просто боль вот возникла она так не бывает правильно но почему-то при гипертонии или при сахарном диабете сегодня про сахарный диабет я не буду про гипертонию расскажу почему-то вот считается вот ну все вот поднялся поднял сахар поэтому диабет назовем сахар поднялся или поднялся давление назовем гипертонии для чего зачем почему никто ничего не понимает на самом деле организм но про сахар я не буду это в других видео а вот по поводу сегодняшней темы гипертонии он поднимает только в одном случае в основном давление ну один процент отметим раньше я думал что пять процентов это от того что есть опухоли например там щитовидной железе гормон продуцирующий из-за которых поднимать или в надпочечниках от которых поднимается давление а сейчас я статистика обновилась за годы моей работы я понимаю что это один процент где-то всего лишь от всех случаев гипертонии когда находит причину вот пришли вы вас обследует находит причину там опухоль надпочечников начинают ее вырезают гипертонии уходит а в 99 процентах случаев причины не находят и поэтому говорят вам вот пошли в поликлинику вас там прокрутили на всех аппаратах все анализы взяли и говорят нет причины вот твоей гипертонии поэтому мы будем называть ее гипертоническая болезнь мы же не нашли причину врачи ну типа мы же не можем сказать что ну мы не нашли причин потому что мы дураки ну просто еще не понимаем в чем причина также мы не можем пациенту сказать хотя надо было бы так сказать по правде то знаешь ну не знаем в чем причина у тебя вот вот поднимается к чё-то у тебя не так и себе это мы должны были бы врачи сказать именно так вычет не можем мы найти ну значит мы что-то не догоняем что-то у нас кукушка то не работает что-то значит надо как-то подумать посильнее чтобы причину то найти а нет мы медики чего бы решили а зачем мы будем ее искать мы найдем таблетки которые сосуды расширяют или сердце блокирует травят сердце чтобы оно так не качало сильно давление поднимал найдем таблетки ну яды траванем назовем это все болезнью типа мы таблетки от этого придумали и все и будем лечить что нам эту причину искать мы же не будем себя вот это вот посыпать голову пеплом говорить пациенту что мы не можем врач как мы врачи не можем найти причину мы все знаем знаем что это гипертоническая болезнь она без причины но она есть это организм сошел с ума сосуды зажал дурак такой несчастный зажал эти сердце качает с ума она сошла надо его травануть бета-блокаторами чтобы она сильно не качала все и вот так вот и вы и лечитесь а мы вас так лечим и так это уже все давно происходит и так долго и так много что уже все привыкли все вот есть болезнь такая гипертоническая на самом деле что это такое физиологи да то есть есть врача физиолог вот физиологи они не согласны с нами с врачами они особенно физиологи такие велики они говорят ну что то вы ребята это дураки вы какие-то все-таки мы-то по умнее вроде физиологи мы не считаем так что просто давление поднимает само по себе мы-то знаем физиологи что в голове есть вообще-то нервный центр называется сосудодвигательный центр который решает подниматься этому давлению или нет зажиматься сосудом или не зажиматься он решает сосудодвигательный центр вот на него и обратите внимание вот физиологи они вот так вот считают и они правы физиологи что происходит давление поднимается только тогда когда сосудодвигательный центр запоминаете в головном мозге решает что мозгу не хватает кислорода и если он так решает что мозгу не хватает кислорода то он поднимает давление всеми доступными ему способом моему доступные способы все повысить силу сокращение сердца чтобы поднять давление повысить пульс чтобы поднять количество крови перекачиваем возникает аритмия тахикардии например зажать периферические сосуды все чтобы во всех тканях органах все капилляры сжались и нижнее давление выросло чтобы снять нагрузку сердца за счет сосудов же мозгу не хватает кислорода все это делает сосуд двигательный центр в головном мозге а делает он это только в одном случае если ему кажется только не малейшее у него сомнения что нехватка кислорода он сразу повышает давление для чего это нужно физиологии для чего заложено потому что когда вы начинаете куда-нибудь идти активно или бежать или что-то поднимать физическую нагрузку давать то мышцы съедать начинают кислород если бы не было у нас этого центра в голове то мы бы с вами падали в обморок почему потому что мышцы бы кислород сжигали а сердце работает в том же объеме давление не поднимается понимаете а так получается что мы начинаем дышать интенсивней кислород нагонять и работать сердце начинает интенсивнее поднимается пульс и давление и поэтому мы в обморок не падаем прежде чем мы продолжим пролистайте в описании под этим видео там вас ждет ссылка на мой ближайший вебинар переходите на мой сайт и узнавайте подробности сделайте это прямо сейчас будет очень полезно но вот возникает ситуация когда и в покое он решает вот вы не двигание вот нет у вас этого нагрузки физической а вам все равно плохо давление у вас поднялось почему это происходит и теперь мы находим причину почему потому что у человека сосуды которые питают сосудистый центр вот это который решает быть давлению или не быть они проходят через шею через шейные позвонки и и когда у человека шейный остеохондроз а посмотрите на гипертоников все гипертоники вот с такими шеями остеохондрозными и там артерии проходящие через позвонки позвоночной артерии нарисую позвонок вот у него есть отростки боковые вот диск межпозвоночный это в шейном отделе до рисун я нарисую два позвонка в этих отростках дырки в костях и вот он череп внутри черепа находится сосуд двигательный центр вот он вот оно сердце два желудочка два предсердия ну и сердце отходит аорта нарисуем вот так вот до отходит аорта с этой аорты отходит разные ветви и в итоге приходит сюда позвоночной артерии проходит через все шесть шейных позвонков всего их 7 но артерии проходит через шесть и попадает в череп питает сосуд двигательный центр ну и весь головной мозг заднюю его часть переднюю часть питают сонной артерии заднюю часть позвоночные и вот если здесь происходит блокировка позвоночных артерий из-за того что произошел остеохондроз кости изменились диски изменились межпозвонковые мышцы напряглись из-за этого воспалились которые находятся вот здесь рядом с артерии глубокие межпоперечные мышцы между поперечными отростками они спазмируются зажимаются и соответственно происходит блокировка позвоночной артерии как это выглядит возьмем второй рисунок вот у нас позвоночная артерия не тот свет взял позвоночная артерия вот она у нее толстая стенка рядом находится позвоночная вена рядом находится по артерии кровь притекает по вене оттекает теперь таким возьмем зеленым цветом я на том рисовал зеленым вот эти межпоперечные мышцы вот она внутренняя межпоперечная мышца так называемыми идеальная вот она наружная межпоперечная мышца латеральная они как муфта вокруг когда они спазмируются они зажимают вену зажимают артерию все нарушается и приток крови куда сюда вот да к сосудо двигательному центру и отток то есть у него возникает кислородное голодание и он сосудистый центр по нисходящим нервным путям нарисуем их фиолетовым вот они нисходят да и идут куда в сердце через нервные в мозг сердца сердце есть свой нервный мозг маленький сигнал идет отсюда поднять давление и дальше идет сигнал из сердца по всей сосудистой системе вниз по всем нервным узлам зажать капилляры поднимается артериальное давление все поэтому соответственно не можем мы вылечить таблетками давление никогда артериальное а можем вылечить только лишь специальными упражнениями для шейного отдела позвоночника который я давно изобрел эта гимнастика является шейная гимнастика доктора шишонина то есть моя является самой популярной гимнастикой из всех существующих в русском интернете ну по количеству просмотров там этот десятки и десятки миллионов просмотров если вы еще с ней не сталкивались то соответственно самое время начать подпишитесь на наш канал чтобы не пропустить новое видео для этого нажмите кнопку подписаться под этим видео нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту выберите получать все уведомления также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора шишонина клуб бывших гипертоников доктора шишонина видеофильмы доктора шишонина запись на обследование обследование в клинику будьте здоровы